Здравствуйте, дорогие ребята! Часто задумываемся о том, как слова, которые мы используем, возникли и как их значения могли изменяться со временем. Между тем, слова – это вполне себе живые существа. Новые слова появляются буквально каждый день. У слов, как и у людей, есть своя история, своя жизнь. Они могут иметь родственников, богатую родословную и, напротив, быть круглыми сиротами. Слова, слово может рассказать нам о своей национальности, о своих родителях, о своём происхождении. Изучением истории, лексики и происхождения слов занимается интереснейшая наука – этимология. Этимология от греческого «этимос» – истинный, и «логос» – учение или слово. Таким образом, истина о слове. Этимология – раздел лингвистики, сравнительно исторического языкознания, изучающий происхождение слов, устойчивых оборотов, или, как мы их называем, фразеологизмов, и реже морфем, то есть значимых частей слова. Она занимается установлением происхождения слов, их первоначальной структуры и первоначальных генетических связей с другими словами. Мы знаем, что язык тесно связан с народом. Поэтому народная этимология является как бы переделкой непонятного, например, заимствованного слова, объясняемое потребностью сблизить его по звуковому подобию с каким-нибудь из привычных слов и таким образом осмыслить его значение. Вот для того, чтобы вам это понять, я хочу вам привести вот такой пример. А вы проследите историю происхождения этого слова. Допустим, слово «спокулянт» странно звучит. Это древнее славянское слово. Оно обозначало людей, которые в бредности скупали товар. Дальше эти люди создали свое сословие. И вот это сословие стало называться в русском языке «купечество». Обращайте внимание на значимую часть слова «куп». «Спокулянт» – «куп», «купечество», «куп». А дальше, друзья, вот как раз таки «спокулянты» и «купечество» просуществовали до 1917 года в России. Когда пришла советская власть, то уже этого класса не существовало, а спокулянты превратились в спекулянтов, которые стали иметь резко отрицательное значение для общества. В советское время спекулянтов даже сажали. Почему? Потому что считали, что они наживаются благодаря чужих денег. Но сейчас, друзья, слово «спекулянт» почти исчезло из русского языка, но зато оно успешно заменилось иностранным словом, каким, может быть, вы догадаетесь, бизнесмен. Вот так, вот видите, такова история только одного слова. Но этимология, этимология слов, да, она сосредоточена в этимологических словарях. И вот каждый из вас, друзья, поработал уже с этимологическими словарями. У вас есть они, школьные словари. И я сегодня хочу послушать каждого из вас, какие истории происхождения слов или фразеологизмов вы выбрали. Мы, может быть, начнем с Маши? Пожалуйста, Маша. Значит, я работала с фразеологическим школьным словарем Ушаковой. Вот так он выглядит. И нашла в нем несколько интересных таких крылатых выражений. Вот, например, выражение «баюшки бою». Обычно мы его говорим, когда хотим уложить ребенка. Но на самом деле «баять» — это нерусское слово, которое означает «говорить, сказывать». И также еще одно коренное слово «байка» означает «сказка». И поэтому выражение «баюшки бою» означает «рассказывать сказки». Потом вот еще одно интересное выражение. Так, мы относим к родной технологии, да. Пожалуйста. Потом вот еще одно интересное выражение «зарубить на носу». Вот «зарубить на носу» означает «запомнить крепкая напряжка». Но только при чем тут нос? Вот в древности неграмотные люди носили с собой дощечку, на которой писали какие-то слова, ну что-то, чтобы запомнить. И вот эти дощечки как раз-таки назывались носами. Поэтому так вот называются. Потом вот еще одно интересное выражение — то, что время стекло, время течет. Вообще в Риме единственным прибором для измерения времени — это были водяные часы. Там был такой, ну, высокий сосуд с отверстиями, и время измерялось количеством воды. Это буквальное течение времени. А сейчас мы используем это выражение, когда, например, вот время стекло, то есть, ну, времени уже не осталось. Потом дело в шляпе. Раньше во времена Ивана Грозного судебные решения решались таким образом. То есть в шляпу клали листочки с словами «виновен» и «невиновен», и то, что выпадет, то и решали. И получается, и вправду получается, как дело в шляпе. Вот, и сейчас мы это используем, когда, ну, дело, значит, сделано. Потом еще вот одно интересное выражение — то, что играть на нервах. Вот обычно мы это используем, говорим то, что не играю на нервах, то есть не нервирую меня. Но раньше, оказывается, это, ну, использовалось как игра на каком-то музыкальном струнном инструменте. Все дело в том, что с латинского языка слово «неврус» означает «струна». Вот. И только потом уже врачи узнали, что в человеческом организме есть нервы. Вот. И поэтому, ребята, на самом деле, вот узнавать историю вот этих кратых выражений — это очень интересно. Я даже вот удивилась, когда что-то узнала некоторые. И поэтому хочу вас побудить, ну, не отпускать возможности и расширять свой кругозор. Спасибо, Маша. И спасибо большое. Ты очень интересно рассказала. И нам очень понравился совет, Маша. Вы согласны, друзья? Ну, что вы молчите? Ну, что ж, спасибо, Машенька. Теперь посмотрим, что выбрал Ваня. Ну, мне очень нравятся корабли, поэтому, когда я нашёл слово в своём словаре, откуда пришли слова. Вот так вот выглядит. Это слово пришло из греческого языка. Вначале его использовалось, ну, его значение было краб. Но только со временем, когда прошли многие годы, его стали использовать как судно. Второе слово, которое мне понравилось, это бундеркинд. Сейчас многие люди говорят на многих людей, да он просто бундеркинд, когда они замечают, что он очень умный и сообразительный. Но раньше это слово пришло к нам из немецкого языка. Бундер означает чудо, а кинд – ребёнок. Получается чудо-ребёнок. Раньше это слово использовалось для определения Иисуса Христа в детстве. Хорошо, Ванечка. Итак, Ваня выбрал слова, откуда они пришли в русский язык. Это с Грецией и с Германией. Как раз он работал над словарём под редакцией Ушаковой. Откуда пришли к нам слова? Вот такие интересные истории прихода слов к нам подобрал Ваня. Лерочка, а ты что подобрала? Есть у тебя интересные истории? Да. Я пользуюсь словарём под редакцией Ольги Дмитриевны Ушаковой. Называется «Почему так говорят?» словарик школьника. Я подобрала несколько интересных фразеологизмов. Например, где раки зимуют. Но Руси любили полакомиться свежими раками. Обычно на ловлю раков отправляли провинившихся крестьян. Занятие это было трудное, особенно зимой, когда вода замерзала. Крестьяне должны были ловить раков, а раки прятались в самую глубь. И после этого они обычно тяжело заболевали, потому что простужались. И с тех пор используют этот фразеологизм, когда хотят кого-то серьёзно наказать. И говорят «Я покажу тебе, где раки зимуют». Второй фразеологизм «Как пить дать». По обычаю древних славян, никто из людей не имел права отказать кому-то человеку, если он хочет попить. То есть все обязаны были дать воды человеку. Так и появилось это выражение. Сейчас оно значит «обязательно», «точно», «несомненно». То есть не сможет отказать человеку. Третий фразеологизм «Поставить на своё место». При всех торжественных мероприятиях бояре должны были занимать свои места строго по чину. Но некоторые люди, они хотели схитрить и сказаться выше званием или чином. И поэтому они садились на чужие места, они хотели быть ближе к царю. И в наши дни это выражение означает призвать к порядку или одёрнуть человека, если он считает себя выше. Или если он ведёт себя недостойно. И показать ему своё место. Спасибо, Лерочка. У тебя всё? Все истории и слов? Спасибо. Но мне кажется, Ваня не всё дорассказал. Да, Ваня? Продолжи, пожалуйста, истории своих слов. Да, у меня были ещё слова. И ещё слово «история». Я очень люблю историю. Предмет. Предмет «история» я выбрал именно это слово. Это греческое слово, и оно обозначает исследование. Наука «история» изучает события прошлого и образование человеческого общества. Самое важное слово – это слово «друг». Ведь друг – это человек, который никогда не предаст и всегда будет поддерживать тебя. В начале это слово обозначало сражающиеся вместе. Ведь друзей можно проверить как раз в бою. Мне очень понравилась одна притча. Настоящий друг любит во всякое время. Он брат, рождённый на время бедствия. Спасибо. Это замечательная притча мудрого Соломона. И прекрасно, что ты помнишь и знаешь эту притчу. И ценишь не только дружбу хорошего друга, но ты теперь и знаешь историю происхождения этого слова. Спасибо большое. Ну, таким образом, друзья, вы теперь догадались, что этимология позволяет нам не только проникнуть в историю, проникнуть в этнографию, проникнуть даже в орфографию. То есть, зная историю происхождения слов, мы научимся и правильно писать слова. А я сейчас вас чуть-чуть хочу заинтриговать, ребята. А знаете ли вы, как произошло слово «невеста»? А не интересно ли вам узнать происхождение слова «дурак»? Мы думаем, что это бранное слово. А оказывается, это слово имеет очень интересное происхождение. Недаром Иван Дурачок, да, вот в сказках, оказывался умнее умных. А знаете ли вы, друзья, как что числительное 40 раньше было существительным, которое обозначало мешок или куй. А как оно превратилось в числительное 40? А еще, друзья, мы все прекрасно понимаем, когда произносим слово «долина», мы слышим «а», но почему-то пишем «о», потому что есть проверочное слово «долы». Долы, да? Долина. Проверяем как? Долы, правильно? А что значит «долы»? Что общего между долами, преодолением и подолом? То есть нижней частью женской юбки или платью. И таким образом преодоление можно проверить словом «подол». А что общего между ними? Я хочу, чтобы вы продолжили работу со словарями и нашли ответы и на эти интересные вопросы. Да и не только на эти. Вы там еще найдете очень много интересных историй о происхождении слов. Ну что, а не хотите ли сейчас провести небольшую лексическую паузу? Помните нашу игру, которую я вам предложила, в общем-то, одолеть, так сказать, в прошлый раз? Пожалуйста, Ваня, ты готов сейчас нам продемонстрировать? Да, готов. Да, готов. Давайте мы попросим Ванину маму, это Дуинару, да? Пусть она будет нашим арбитром. Пожалуйста. Ваня, называй, ты что у нас будешь называть? Представь, что ты будешь говорить? Я буду называть глаголы. Ага. Мама фиксирует в течение одной минуты. Правильно? Да. Готовы? Пожалуйста. Командуйте, Гуля. Начали. Бегать, прыгать, дышать, стучать, радоваться, веселиться, плакать, шуметь, ходить, готовить, клеить, думать, лежать, работать, учиться, писать, читать, считать, мыть, стирать, баловаться. Печатать, нажимать, убегать, светить, делать, вырезать, писать, искать, поливать, срывать. Сажать. Спасибо. Спасибо. Ну, Леван, ты готов? Да, я буду называть существительное. Сейчас, Гульна расскажет, когда. Начали. Бумага, линза, лампа, кресло, подушка, кровать, папа, бабушка, мама, Леван. Подолок, глобус, колонка, принтер, телефон, телевизор, компьютер, планшет. Ноутбук, зарядка, карточка, стол, дверь, провода, выключатель, ручка, рука, нога, глаз, ухо, зуб, лоб, очки, часы, аккумулятор, будильник, камера, подставка. Подставка, выключатель. Стоп. Молодец. Молодцы, ребята. Ну, вы помните нормы? Значит, существительное 56 за минуту, а глагол 52. Ну, а сейчас в заключении. Давайте такую вишенку к нашему лингвистическому торту добавит Иван. Добавит Леван. Он подготовил шутку. Она, как она у нас называется? Лингвистическая шутка. Несу разные вещи. Буду сейчас декламировать. Здравствуй. Привет. Чего несешь? Несу разные вещи. Несу разные? Почему они несу разные-то? Сам ты несу разные. Как я погляжу? Разные вещи я несу. Разные. Вот не сумел. Что не сумел? Отстань. Да ведь ты сам говоришь. Несу мел. Что же несу мел-то? Мел несу. Слушать надо. Несу мел. Мишки. Ему же надо будет. Ну, раз ему же надо будет, так зачем же ты несешь? Какая жена? Это у Мишки-то жена? А ты шутник. Ну, ты же сам сказал. Ему же надо будет. Ему же надо будет. Слушать надо. А, вот что. А еще у меня новость для Мишки приятная нашлась. Тамарка, которую он давно ищет. Тамарка? Ага. И ничего, симпатичная. Да, красивая, зеленая такая. То есть, как? Зеленого света. Постой, постой. Что же у нее? Волосы, что ли, зеленые? У кого волосы? Да у Тамарки. Что? Ты же сам сказал. Нашлась Тамарка. Тамарка нашлась. Та самая. Тамарка, которую Мишка давно ищет. Неужели ты даже этого не поймешь? Тамарка нарисована. Ага, значит, все-таки на Марке, тамарка нарисована. Отстань. Ну, ты же сам говоришь. Там нарисована Тамарка. Тамарка нарисована. Ну, же ли ты этого не можешь понять? Пока некогда мне с тобой. Постой, постой. Не стирай свои несуразные вещи. Да ну тебя. Ну, передавай привет. Кому? Известно кому. Тамарке, Мишке и Мишкиной жене. Как вам шутка, друзья? Понравилась? Очень. Да, очень понравилась. Ну, замечательно. На этой оптимистической ноте мы и закончим нашу встречу. Шутите, ребята. Любите русский язык. И всего вам доброго. До новой встречи. Возможно, мы в следующий раз поговорим об особенностях художественного чтения. Хорошо? Продолжение следует... Продолжение следует...